Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Спасибо, что заглянули. У нас сегодня миди вкуснейшие, большие, обычные классические роллы. Мои любимые я взяла. Здесь с курицей и сыром, с сушеной рыбкой и креветкой. Обычная Филадельфия, самая классическая. И размер обычный, то есть не супер большие, как мы пробовали с вами в прошлые несколько раз. Такие вот роллы. Макаю совсем чуток в соус, совсем чуть-чуть. Если вы сейчас видите это видео, это значит, что я сейчас в деревне. Собираю орешки. Еще, кстати, звонил мой друг детства и сказал, что 6 числа у нас по соседству у деревни есть свадьба. Если вам интересно, я могу снять влог и показать деревенскую свадьбу. Как все проходит, как люди собираются, что они дарят, как отдельно сидят мужчины от женщин, обязательно пишите в комментариях. Хотя не знаю, у меня будет интернет, чтобы почитать комментарии. Как я делаю? Я снимаю видео. В ютубе ставлю точное время, когда видео будет публиковаться. То есть автоматически программа. Без моего участия видео будут опубликовываться. А я просто хочу отдохнуть. Хотя, возможно, что-то я буду снимать. Мы еще будем собирать орешки. Это все физическая работа. Возможно, какие-то моменты буду снимать. Как вкусно, ребят! Сушеная рыбка – это вообще деликатес. Они просто тают во рту. Вопрос. Лиза Ивашук. Огромный привет Айке из Украины. Хочу, Айка, поделиться с тобой своей историей. Никак не могу ладить с мамой моего мужа. У нас постоянные конфликты на разных почвах. Что делать, я не знаю. Хотя мы не живем вместе. И вроде бы конфликтных ситуаций не должно быть. Увидела Украину и сразу вспомнила. У меня парень взял путевку. Или нет. Билеты просто взял. Забронировал себе отель. И с друзьями будет отдыхать в Турции. Ой, в какой Турции? В Украине. Я немного была удивлена. Потому что, на мой взгляд, Украина – это не особо туристическая страна. Он мне объяснил это так, что везде он уже был. Европа, Америка. Все эти страны он уже проколесил, так скажем. Теперь хочет немножко попутешествовать по СНГ. Думал, между Казахстаном и Украиной. Остановился на Украине. Вообще, я тоже не была. У меня зубной, которым я раньше ходила. Он учился как раз-таки в Украине. И он так хвалил украинский народ. Настолько хвалил, что мне захотелось все бросить и поехать туда отдыхать. Сейчас наверняка начнутся вопросы. Почему же вы не едете отдыхать вместе? Ну, очень просто. У нас просто так не принято. То есть, до свадьбы парень с девушкой не живут вместе, не едут никуда отдыхать. И как бы я была не против того, чтобы он с друзьями куда-то полетел. То есть, не подумайте, мои права не ущемляются. Я тоже могу спокойно со своими подругами куда-то полететь. Если захочу. Что касается свекрови, я даже не знаю, что посоветовать. Одно дело, вы живете вместе. Тогда эти конфликты понятны. Но если вы живете отдельно, и все равно возникают какие-то конфликтные ситуации. Я даже не знаю. У меня мама с бабушкой тоже, когда папа с мамой только поженились, не особо ладили. Были конфликтные ситуации. Очень неприятные ситуации. Но вы знаете, годы прошли. И как бы, наверное, прошла вот эта притирка. Сейчас они нормально ладят. Не могу сказать, что прям души друг друга не чают. Но более-менее нормально жить можно. Ну вот, честно, положив руку на сердце, могу вам сказать, что если бы мой молодой человек мне бы сказал, что либо мы живем с моими родителями вместе, либо мы просто расстаемся, и я скажу, окей, давай расстанемся. Я бы не смогла жить с родителями молодого человека. Мужа. Так как вы в вопросе не осветили всю тему, как бы я не знаю, в чем конфликтная ситуация, что именно, придирается она к вам или что-то. Я не знаю, что советовать и что говорить. Даже в деревне, в которой я родилась, смотрю на соседей, у всех там по два сына. Я смотрю, они отделяют и этого сына, и того. Живите себе счастливо без нас. То есть вроде родители особо так не вмешиваются. И я считаю это правильно. Я, когда буду бабушкой, я вот реально, помяните мне мои слова, ни во что вмешиваться не буду. Моему сыну комфортно, отлично. Пусть живут счастливо. Я даже планирую в старости завести несколько кошек, может даже 5-7, и жить себе в радость. Мы когда в Саратове жили, я вам рассказывала, да, нас ограбили. И в общем, после того, как нас ограбили, мы решили переехать. Чтобы переехать, нужно было продать дом. Мы долго искали. Дом долгое время был на продаже, никак не могли его продать. И потом дом купили две сестры, у которых были взрослые дети, живущие за границей. И они просто купили этот частный дом ради своих кошек. Не помню, сколько их было. 12 или 13. В общем, очень много кошек. В общем, домашних животных хоть отбавляй. И у них постоянно соседи жаловались на вонь. Не все же у нас любят животных-то домашних. Они решили забить, продать две квартиры, купить один большой частный дом с огромным участком. И потом, как-то, через 3-4 года, когда папа обратно ехал в Саратов, он как-то чисто случайно встретил одну из сестер. И она рассказывала, что им очень удобно, очень комфортно. Они еще больше животных завели и прям радуются жизни, живут. Потому что не надо менять лоточек котикам постоянно. Котики уже идут на улицу в туалет, извиняюсь. Я очень за подробности. То есть, очень удобно в этом плане. И они очень счастливы, что купили этот дом. К чему я это? Приблизительно так. Я вижу свою старость. Куча животных, счастливая Айка, муж рядом, пожилой. у меня вот мама тоже такой же человек, никогда ни во что не вмешивается. мне кажется, зачем мне это надо портить свои нервы? Живут и ладно. У меня брат не женат, кто не знает. но когда он найдет даму своего сердца, мы только его поддержим. и все. Дальше пусть живут, как хотят. Роллы были безумно вкусные, небольшого размера, и как раз таки удобно их было кушать. А то в одном из мукпанков я заказала огромные просто роллы. Их надо было кусать обязательно. Целиком во рту они точно не помещались. Спасибо огромное, что досмотрели видео до конца. Если вы подпишетесь, то мне будет безумно приятно. Всем желаю приятного аппетита, если вы до сих пор кушаете. Пока.